Девушки отдыхают Пороги – это адреналин Сердце бьется, где-то там понимание, что это же порог, это порог Но спокойно, я все знаю, все хорошо, команда слаженная Субтитры создавал DimaTorzok 48 километров на веслах от Каннского района и до Зеленогорска Наша съемочная группа преодолела этот путь, чтобы показать вам по-настоящему дивное место – Комаровские пороги Говорят хоть раз, но жители нашего края должны здесь побывать И не только для того, чтобы насладиться местными пейзажами Кажется, что Комаровские пороги созданы природой для того, чтобы мы с вами могли проверить силу своего духа и поверить в себя На этой гордой горной реке человек способен проявить качество, забытые в суматохе дней Комаровские пороги Наше путешествие длиной в три дня начинается с деревни Красный Курыш Мы пробираемся к берегу реки Канн, выгружая наш немалый скарб Запаслись мы всем подряд Даже мини-холодильник прихватили Лишь бы на наше сплав средства все уместилось Расчехляем катамаран Собирать его предстоит около двух часов В наше мини-путешествие мы отправляемся на четырехместном катамаране Для этого нам нужно накачать две гондолы Каждая качается по 15 минут Поэтому мы иногда сменяемся Дошла моя очередь И я не только накачаю сейчас гондолы, но заодно и ноги Руководит процессом сбора Тамара Ананьева Инструктор по туризму со стажем Нас сопровождают ее друзья Евгения и Николай Команда эта уже собранная Вместе ходили в походы не один раз В рюкзаках девочек-туристок непременно обнаружились гаечные ключи Одним вооружили и меня неопытную Приобщая к общему делу Начагиваем, выкрепляем Если мы утонем, то из-за меня Мы не утонем Мы не утонем И вот наконец отчаливаем, загребая ногами заросли водорослей Кан в этом районе мельчает и цветет Напоминать болото он будет еще не один километр Не забываем застегнуть спас-жилеты Без них в сплаве никак Можно и штраф получить Задние грибцы вооружаются веслами с метками красного цвета Это капитанские, поясняют мне Они будут рулить А вот владельцы синих – рабочая сила Они помогают катамарану двигаться быстрее А кому-то весла и вовсе не досталось Мне досталось самое комфортное место Я сижу на продуктовой сумке Подо мной колбота Поэтому я нет и наслаждаюсь природой и ем Попутчики у нас оказались самые отличные А главное – музыкальные Команда спетая и не только в походах Вместе туристы выступают в одном коллективе «Своя среда» Так что позволяем течению самому нас нести И большую часть пути наслаждаемся пением Ночью в поле звезд благодать Ой, благодать В поле никого не видать Только мы с конем по полю идем Только мы с конем по полю идем Мы идем байдарочным путем Он считается несложным Первой категории Пока не начнутся пороги, конечно А пока река спокойная и равнинная Но совсем скоро кан, что не очень обычно для рек Поменяется и станет горным Мы входим в створ Который сейчас за моей спиной Здесь кан сужается в три раза Соответственно, по задачнику математики Как мы знаем, если трубу уменьшить в три раза То поток становится в три раза быстрее Ну и здесь начинается горный участок реки Кан И впереди только пустя То есть мы сейчас входим в Енисейский кряж Створом туристы назвали две скалы, которые напоминают ворота Одну из них – ту, что слева называют носом За сходство с частью человеческого лица Сейчас она просматривается не так четко, как ее подруга на противоположном берегу Подзросло немного деревьями, поэтому плохо видно А вообще вот так вот, как у Кавказки, красивые Потихоньку заплываем внутрь, опасаясь здесь на мель И словно попадаем в другой мир Точнее, в другую реку Между высоких серых скал гуляет горное эхо Здесь каждой каменной громадине давно дали имена Тут стоят древний трон, кобра, индейец Огибаем крепостную стенку, лысеющей отсутствием деревьев гребень За которым уже слышен шум, разбивающийся о пороге воды И вот, началось! Здешний порог поделен на две ступени И если первую проходишь с легким трепетом, то вторая уже вызывает волнение Особенно у пассажиров катамарана с перегруженной палубой Следуем четко на язычок Это место, где встречаются два потока воды, огибающие подводные камни Тут уже невозможно, что называется, выйти сухим из воды Ну все, ребятки, подкопанили и пошли вправо Вправо, 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 хорошо Я спасла свою обувь Отлично, вперед! Вперед, идем! Идем сильнее! Стоянка возле самого порога – идеальное место для отдыха Природа сама словно вознаграждает тех, кто преодолел это препятствие Песчаный берег с мягким песком Чистая, без водорослей вода Недалеко от стоянки протекает ручей скакальный, обеспечивая туристов чистой водой А главное, здесь абсолютно отсутствует проблема поиска дров для костра Щепки, ветки, а порой целые бревна вода сама приносит в бухту неподалеку Приходи и собирай Постарались и сами туристы вдоль всего маршрута сделаны немало стоянок Специальных мест для эко-релаксации Людям с чутким сном здесь стоит запастись берушами Вода шумит так, что рядом стоящие люди с трудом услышат друг друга В глубоком ущелье водную гладь разбивают пороги, перекаты, шиверы Относительно мелководные участки реки с беспорядочно расположенными в русле подводными И выступающими за воды камнями и быстрым течением И так на 150 километров Известно, что чуть более 100 лет назад у Каннской думы был план сделать Канн судоходным А значит, предстояло убрать уйму километров порогов Попытка взорвать камни была, но неудачное расстояние оказалось слишком большим Так что все валуны остались лежать на своих местах Они, кстати, здесь не самые обычные Раньше тут можно было встретить полудрагоценный гранат А вкрапления слюды, селенита и других минералов Придают этому месту своеобразную изюминку Старожилы близлежащего села Комарова рассказывают Отсюда же возили раньше камень на надгробные плиты И не только На некоторых можно видеть слюты человеческой деятельности Вот видим отверстия, которые остались от следа Кайла Здесь заготавливали камень для царской железной дороги И в местах, где она еще сохранилась, старые Можно видеть остатки старой царской дороги Можно видеть каменные арки Вот этот камень как раз добывали непосредственно здесь В солнечную погоду он очень красиво переливается Вкрапления слюды дают просто замечательную игру света Комаровские пороги не признаны памятником природы Хотя попытки были, поэтому достопримечательность не охраняется соответствующим образом В итоге результат налицо Надписи на скалах, консервные банки, мусор Все это, конечно, портит живописные пейзажи Радует, что сознательных туристов все же больше И таких захламленных мест по реке не так уж и много Чаще всего пороги проходят на катамаранах Но такое сплавсредство не у каждого найдется Да и без нужных знаний на нем далеко не уйдешь Но после хорошего инструктажа и с опытной командой Оседлать его сможет и новичок Ходят на комаровские пороги и на байдарках Но это уже развлечение только для заранее подготовленных Судно может накрыть водой в любой момент Другое дело – резиновая лодка с мотором Плывешь и просто качаешься на волнах Только экстрима тогда будет поменьше Но какой бы вид сплава ни выбрали Отправляться на пороги стоит в сопровождении инструктора И не забудьте предупредить МЧС о своем путешествии И не забудьте предупредить МЧС о своем путешествии Как и любой поход заканчивается наше путешествие прощальным костром Потреск полений понимаешь, в какое мы попали необыкновенное горное царство Это серо-зеленый замок, неожиданно выросший посреди тихой равнинной реки Туристы неспроста планируют сюда многодневные походы Тут можно и посплавляться по реке, и полазить по скалам, и просто пройтись лесными тропками А после уютно расположиться возле костра, вспоминая свое первое покорение водного вала И немного помечтать о новом приключении МЧС о своем путешествии МЧС о своем путешествии